Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Убитые и опасные детские площадки Барнаула пугают родителей. Пропустили судебное заседание. Боровихинский костный завод теперь игнорирует не только жители села, но и служители Фемиде. Раньше срока повлияла лишь жара на урожай ягод и их стоимость. И снова вспышка коронавируса в медицинском учреждении. 10 ковид-положительных обнаружили в центральной районе больницы Михайловского района. Источником заражения стал экстренный больной, поступивший в медицинское учреждение. Стационар закрыт. Тех пациентов, которые были в нормальном удовлетворительном состоянии, наблюдаем на дому, выписали, наблюдаем на дому, контролируем их. А те, которых не могли выписать, то есть состояние не позволило, либо перевели в другие учреждения, либо пока долечиваем. Естественно, врачи работают в экипировке, в полной, в противочинных костюмах. Потом расправятся, уходят домой. Но все на контроле. Сейчас проводят тестирование больных, которые могли быть ВКонтакте, а также всех сотрудников больницы. По словам главврача, с зараженным экстренным пациентом успели поработать и в реанимации, и в отделении терапии. Но на оказание экстренной помощи это не должно сказаться. Новых больных госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ. Что касается плановой помощи, то ее в Михайловском медучреждении пока не возобновили. С неудобствами в данный момент могут столкнуться, например, сотрудники бюджетных учреждений, которые планировали проходить медосмотр. Кстати, о статистике сегодняшнего дня. Количество тех, кто выздоровел, по информации регионального штаба, почти в два раза превысило число заболевших в регионе – 71 к 136. Зарегистрирован один смертельный случай пациента с диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии в регионе заболели 3010 человек. Умерли 43. К другим темам. Барнаульцы в соцсетях массово жалуются на убитые детские площадки во дворах. Родители малышей не раз обращались в управляющие компании с просьбой решить проблему, но обратной связи так и не получили. Наша съемочная группа отправилась в рейд посмотреть, много ли в городе опасных горок и качелей. Подробности у Валентина Аскеровой. Здесь в принципе играть, травмоопасно, дыры. Невариваться. Вот так вот мы ходим туда. Недетская площадка – настоящая полоса препятствий. Без помощи мам малышам не обойтись, иначе вместо детского смеха раздастся недетский плач. Только мой личный ребенок раза три точно здесь расшибался, прям серьезно, прям синяки были огромные. Здесь не хватает перекладин, здесь большой разрыв между перекладинами, горки, сами видите, насколько от земли. И вот теперь у нас очень много несчастных случаев на площадке, когда дети падают, разбиваются. Три года назад напротив дома Покулагина 23 была другая площадка. Лучше и безопаснее, вспоминают жители. Но ее снесли. Не соответствовала технике безопасности. Правда, нынешняя тоже не внушает доверия. Почему управляющая компания не выполняет обязательства по ремонту, мы попытались выяснить. Идем дальше по Кулагину. На детских площадках здесь не видели уже около 10 лет. Вот здесь вот у нас домик стоял, качели, карусели стояло. Вот здесь все было огорожено. Был вход на детскую площадку. Теперь у нас остались одни воспоминания. Только вот книжки, доктора Айболита чуть-чуть. Вместо Айболитов, каруселей и качелей. Заброшенный автопарк и улица. Дети играют там. Ну вот, видите. А это уже спальный район города. Здесь добротные многоквартирные дома. А вот детские площадки оставляют желать лучшего. Жильцы на благоустройство дома ежемесячно сдают по 300-500 рублей. А детскую площадку, по их словам, не могут отремонтировать уже 10 лет. Травмоопасно. У нас качели вот эти, получается. Тут ребятишки постоянно цепляют занозы. Сколько бы они, например, не играли. Постоянно ребятишки, не обязательно наши, например. Другие также ребятишки приходят и говорят, у меня заноска. Просили неоднократно председателя помочь отремонтировать, покрасить. Игнорируют нас, не хотят. Потом по песочнице, по нашей. Просили тоже закрыть ее, потому что у нас много бездомных кошечек здесь бегает. Для них, для кошечек, это туалет. Игнорировать нас помощник председателя ТСЖ Николай Евсюков не стал. Пояснил, что благоустройство детской площадки проводится ежегодно. А еще отчитался, на что идут деньги жильцов. У нас в том году мы грибок полностью заменили. Он сгнил у нас. Где брать денежки? Конечно, мы вместе с жильцами все это сделали. А столбик, когда он устроил. Когда мы его грибок устанавливали, он немножко пошире оказался. Пошире размерами. Но опасности нет никакой. Мы находимся по адресу Антона Петрова, 208. Здесь детская площадка. Родители в комментариях тоже на нее жалуются. На мой же взгляд, она еще более-менее. Вот, например, летняя горка. Она, конечно, не свежевыкрашенная. Но кататься на ней гораздо безопаснее, чем на многих других. За безопасность детских площадок ответственно снесут управляющие компании или ТСЖ, пояснили нам в мэрии. Если они не справляются с работой, нужно обращаться в администрацию или жилищную инспекцию края. Более того, инспекция раз в три года выходит в рейд по детским площадкам и тестирует их на безопасность. Как минимум, скажем, во время рейдовых проверок выявляется порядка двух десятков, трех каких-то моментов, которые, в принципе, практически всегда оперативно устраняются управляющими организациями в кратчайшее время. Если замечания вовремя не устранят, ответственных лиц ждет штраф от 10 тысяч рублей. А может и более серьезное наказание. В прошлом году руководители одной из управляющих компаний признали виновным за то, что вовремя не была отремонтирована карусель на детской площадке. Это привело к тому, что ребенок лишился части пальца. Кто его знает? Ребенок положил ручку, а кто-нибудь рассел. Правильно же, опять будет та же травма. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Лисопарковая зона, расположенная у жилых домов на Змейногорском тракте, может быть отдана под застройку жилья для многодетных семей. При том, что жильцы многоэтажек несколько лет считали ее своей. Напомним, за последнее время это уже не первая подобная история. Совсем недавно общественность возмутила, что часть соснового бора выделили под застройку для многодетных на сомнительных основаниях. В очередной проблеме разбирался Илья Кочетков. Змейногорский тракт недалеко от телецентра. Когда 15 лет назад здесь появились жилые дома, многие, мечтающие переехать практически в лес, с легкостью вложили свои средства в довольно дорогое жилье. Прилегающая территория, по словам жителей, проходила по документам как придомовая. Здесь удобряется, здесь пропалывается, здесь уничтожаются какие-то насекомые, вредители и так далее. Высаживаются цветы, квалифицированные садовники работают. То есть мы к этой территории относимся как к территории своей. Это, собственно, то, где мы живем. Этот мини-парк, по словам жителей, популярен и у детей, и у взрослых. Сюда приходят со всех окрестных домов. Правда, оказалось, что с недавних пор эти взрослые дети гуляют по чужой территории. Весной этого года жители узнали, что территория, которую они считали своей, им не принадлежит. Некто подал заявку на выделение этого участка площадью в 15 соток и получил его. Естественно, рассеренные жители бросились писать жалобы, уточнять, что произошло. Но получили формальный ответ и от Министерства имущественных отношений Алтайского края, и от администрации о том, что все сделано по закону, участок передан владельцу и уже вступил в право собственности. Соответственно, в самое ближайшее время здесь встанет забор, как раз где мы с вами находимся, и за этим забором будет вестись стройка. Власти объяснили, застройщик в свое время не провел правильное межевание территории. Земля считается захваченной, и в этом году ее перевели в категорию под малоэтажное строительство. Более того, оказалось, что под застройку выделяют еще один уже в 45 соток. И все эти деревья пойдут под снос. По информации, которую владеют жители, правда документально пока не подтвержденной, участки, согласно федеральному закону, выделили, не поверите, многодетным семьям. В этой связи напомним, что недавно разгорелся скандал, где фигурировали участки под застройку в Сосновом Бару, в поселке Кирово. И там лес тоже определили под жилье для многодетных. Многие возмущались, почему одним многодетным выделяют землю в элитном месте, а другие не могут получить даже далеко за городом. Вот участок, который мы выбрали, то, о чем мы говорили, непроездная улица, то есть автомобили не ходят, вот здесь вот тупик. Вот еще одна история. Многодетная семья Судас проживает в селе Санниково, в небольшой квартире. Решили, согласно закону, попросить участок земли, нашли на окраине села Подходящий. Правда, даже невооруженным глазом видно, вкладывать в него придется еще много средств. Подали заявление в администрацию Первомайского района и внезапно получили отказ. Написано, что данный земельный участок может быть реализован только через аукцион, через торги. А в законе конкретно прописано, что многодетным семьям предоставляются без торгов земельные участки, те, которые они выберут. Наш участок полностью попадал под критерии, то есть и по площади, и по территориальному расположению. Вот. И мы написали заявление до объявления аукциона, до объявления торгов. Торгов и аукционы еще не объявляли. Придя в себя от шока, обратили внимание на странность. Администрация Первомайского района объясняет решение законом Алтайского края номер 123-3С, который еще в феврале признан утратившим силу. Семья Судас готовится искать правды в суде. Не готовы смириться с потерей парковой зоны и жителей домов на Змеиногорском. Они также надеются на защиту закона. Те и другие говорят, конечно, все многодетные семьи имеют равные права. Но почему некоторые оказываются, скажем так, правее? Мы, со своей стороны, подали запросы в соответствующие ведомства. Ждем ответов. Илья Кочетков, Андрей Печеркин, Алексей Фризин. День с толком. Боровихинский костный завод Алтайкорм пропустил первое судебное заседание. Скандальное предприятие теперь, кажется, игнорирует не только жителей поселка, но и служителей Фемида. И продолжает работать, хотя у профильных ведомств уже есть веские основания деятельность завода приостановить. Новые результаты официальных проверок в материале Анастасия Дороган. Сегодня должно было состояться первое заседание по делу Алтайкорма. В результате представители Россельхознадзора пришли, мы, журналисты, пришли, а вот представители Алтайкорма не явились. Заседание сорвали, следующее назначено на 19 июня. До мирового суда, как и до мира, участникам этого дурно пахнущего дела далеко. Вопросов к работе костного завода много, сейчас задавать их готов Россельхознадзор. Первое ведомство, чьи проверки довеляло Алтайкорму до суда. Его в Боровихе ждали 4 года. Все это время жаловались на жирообразную, с едким запахом жижу. Ее, по словам жителей, продолжают сливать прямо в лес. Но завод свою причастность отрицает. Практически чистое предприятие. Отходов производства у него официально вообще нет. Кто называет технический жир, кто называет просто биологический отход. Но вот этот продукт, он не учитывался ни в одной из систем. Речь идет о системе «Меркурий» – приложении для контроля производства работающих с продукцией животного происхождения. Система «Меркурий» создана в 2018 году для повышения биологической и пищевой безопасности. Она показывает всю цепочку передвижения сырья и готовой продукции. На основе данных «Меркурий» оформляются электронные сертификаты. Предприятие не показывает в федеральной государственной системе прослеживаемости продукции, сколько продукции перерабатывается на предприятии и сколько продукции отгружается с предприятия. Получается, сырье на Алтайкорм приходит, а продукции отходов производства у него нет. Нет продукции, нет налогов, нет сертификатов. Вот и сейчас Алтайкорм сделал ход конем. Направил уведомление в Весслужбу Первомайского района о том, что добровольно останавливает работу. С 25-го числа никакой остановки не было. Они также работали. Как возили кости, так и возят. Уже сил никаких нет. Труба дымит, вонь неимоверная. Дышать нечем конкретно. Жители Боровихи определяют по запаху, что производство продукции не прекращается. Хотя на Алтайкорм открыты два административных дела, по одному из которых предусмотрены штраф до 700 тысяч и приостановка деятельности. Россельхознадзор направил материалы проверки в налоговую службу и АБЭП. А это уже грозит переходом дела в уголовно-правовую плоскость. Возможно, скоро станет ясно, кто крышует бизнес на костях. Анастасия Дороган, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком. Накануне школьникам края выдавали аттестаты, причем до сдачи ЕГЭ. Несмотря на пандемию, отменять ЕГЭ не стали, только перенесли. Первый пройдет 3 июля в новом формате с соблюдением санитарных норм. В роль 11-классника сегодня вжился Никита Ермаков. Он расскажет, к чему нужно быть готовыми выпускникам рокового 2020 года. Ребята заходят в пункт проведения экзамена с соблюдением социальной дистанции. Размерка на входе уже... Это исключит скучность. Теперь только по одному. В этом году ЕГЭ проведут с особой серьезностью, соблюдая дистанцию. Во всех пунктах теперь пропускной режим. Участники будут приглашаться в пункт проведения экзамена по графику, который определен заранее, будет направлен детям. То есть они приходят в определенное для них время. Вход в пункт проведения экзамена будет осуществляться по разметке. Все, кто 3 июля придет сюда на экзамен, пройдут 3 зоны. На каждом этаже соответственно. На первом – с измерением температуры. На втором – с металлоискателями и специальными септическими ковриками. После них ученик попадает в так называемую санитарную зону. Снова обрабатывает руки, заходит в кабинет. И теперь, согласно новому постановлению, на экзамене он будет сидеть без перчаток и маски. Во всем остальном ЕГЭ ничем не будет отличаться от всем нам знакомой процедуры. В аудиториях учащихся и экзаменаторов расслабят по 8 человек с дистанции в полтора метра. А вот наблюдатели будут за происходящим следить онлайн. В этом году больше даже наблюдателей, на 20%, почти 1300 человек в школу, во всех целях приема экзамена расслабляют. Но они не находятся непосредственно в аудитории. В коридорах, в штабе. В этом году из краевого бюджета выделили около 40 миллионов рублей на организацию и подготовку экзамена, покупку следств дезинфекции и защиты. А вот число сдающих ЕГЭ сократилось. Около 3000 учеников от тестирования отказались, что в разы упростило подготовку. Между тем, помимо учебных заведений, уже готовят места для сдачи ЕГЭ на базе детских больниц и на дому. Говорят, каждый такой пункт будет подвергаться тщательной обработке. Вечером, накануне экзамена, проводится генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Далее обработка происходит бактерицидными лампами после того, как прогенералили. И утром, все это закрывается, и утром перед экзаменом проводится проветривание аудитории. То есть ребята приходят в чистую, стерильную аудиторию. Такие меры, по словам чиновников и педагогов, позволят минимизировать вероятность заражения коронавирусом. Так что переживать и волноваться еще и по этому поводу не надо. В такой ситуации можно найти и положительный момент. На подготовку к ЕГЭ нынче у сдающих гораздо больше времени, чем у предшественников. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толка. Середина июня. Время, когда спеет первая ягода, ее начинают продавать на барнаульских рынках. В этом году жимолость и садовая земляника из-за теплой погоды поспели раньше срока. Изменились ли цены на ягоду и какой урожай в этом году, расскажем в следующем сюжете. Неважное, неважное. Вот они есть. Ягодки. Но они какие-то тоже немножко неудачные все. Людмила Квачева трудится на своем участке, не покладая рук. С урожаем земляники в этом году не все так гладко. Говорит, кусты жухленькие, плоды мелкие. Ягода быстро поспела, но еще быстрее отошла. Людмила ждет богатого урожая от других культур. Кружевник хороший очень. Смородина черная, красная. Здесь все есть. Жимолость в этом году хорошая была. То есть ягодки много. А земляникой не дружим в этом году. Но ничего, будем ждать следующего года. Лето в этом году в регионе наступило уже весной. В конце мая началась пить жимолость. За ней пошла и садовая земляника. Некоторые садоводы жалуются на мелкие кислые ягоды. Но, по словам экспертов, все зависит от сортов и от перепадов температур. Днем сейчас тепло, а ночью холодно. Причем земляника спеет как раз в ночное время суток. В этом году на урожай повлияло и большое количество снега. Снег, во-первых, лег осенью на талую почву, на незамерзшую. Зимой она так и не замерзла. Поэтому вода, может быть, замечали, что ручьев-то практически не было. То есть вода сразу уходила вниз и в слое, где находится корневая система, влаги достаточно мало. Поэтому урожай, конечно, сказывается на урожае. В этом году уже, знаете, как-то высохло, что ли, потому что очень жарко, рано настало. И ягода не успела, ну, как сказать, зацвести, она сгорела, можно сказать. Ягоды мало в этом году, чем в прошлом. Несмотря на такую ситуацию, цены на лакомство по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Стоимость полулитрового стаканчика жимолости и садовой земляники в этом году варьируется от 100 до 200 рублей. Двухлитровая ведерко отдают за 800. Земляника лесная стоит чуть дороже. Торговаться не запрещено. Хорошо поторговался. Здесь даже не сама цена, а сам факт рыночной торговли приятен, что можно поторговаться, пообщаться, так скажем. Урожай небольшой, но спрос есть. Места мини-базарчиков не изменились. Они все так же располагаются у магазинов крупных торговых сетей. Некоторые садоводы работают в масках, но большинство торговцев все-таки не особо соблюдают ограничительные меры. Однако покупатели это не останавливает. Ягоды раскупают быстро. Поэтому, чтобы запастись летними витаминами, нужно поторопиться. Елена Кузовкина, Екатерина Шахова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. День с толком. Ну а теперь к необычной истории. На базе трансмажек, где занимаются воспитанники футбольной школы «Динамо», таинственным образом пропал газон. Кража произошла ночью. Воришек ищут по всему городу. Кому могли понадобиться рулоны, рассуждают сами бело-голубые. Обнаружили, что вместо уже рулонов лежит крошка. То есть исчезли, ну, примерно шесть рулонов. Рулоны с искусственным газоном пропали на днях. Этот газон старый, его сняли еще осенью прошлого года взамен нового. Покрытие прослужило почти 15 лет. И, по словам руководства «Динамо», прослужило бы еще года 3-4. На что, видимо, и рассчитывали воришки. Проглядели все – и охранники, и собаки. «Динамовцы» говорят, что украли газон явно люди подготовленные, потому что даже несколько крепких мужчин вряд ли смогли бы поднять хотя бы один рулон. Получается, прямо на территорию стадиона подъехала спецтехника, и уже, возможно, краном загрузили старый, но все еще нужный газон. У нас две хоккейных коробки. То есть они земляного покрытия, дренаж подготовили, чтобы постелить, чтобы детям более комфортно занимали. Хотя она вроде свой срок и послужила, верой и правдой. Но если бы лежало вот это даже старое покрытие, детям бы более удобно было заниматься. Можно же было еще за воротами, видите, у нас сектор. Здесь беговые дорожки, а на секторах тоже можно. Этого газона, конечно, хватит на две хоккейные коробки. Но покрытие никогда не бывает лишним. Найдется, куда постелить. В «Динамо» сомневаются, что сейчас их газон лежит где-нибудь на даче. Может быть, кто-то делает свое футбольное поле. В отделе полиции по Октябрьскому району, МВД России по городу Барнаулу, зарегистрировано сообщение о краже. Возбуждено уголовное дело по части 1 статисту 58 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас воришек травы ищет полиция. На проспекте Калинина установлены камеры. Они помогут вычислить, кто заезжал на территорию стадиона. А в «Динамо» по-настоящему расстроились. Говорят, если кому-то нужны были рулоны, могли бы по-человечески попросить. Обидно, что кто-то воспользовался этим. Обидно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.